И в Москве-то надо там всем побольше платить-то. Почему? Потому что надо их привлечь-то. А так иначе где они там, что к чему. Значит, было там как турист, только поставил вопрос в горком, если я имею право посетить православную церковь, я поеду. А если нельзя, мне там делать нечего. Это в горкоме ещё на фанерно-спичном комбинате, да? Да, 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 работал. Ну вот, и бывший секретарь Шостаков Борис Филиппович. А ты не останешься там? Что за оскорбление? Я на фронте был, защищал Родину. У меня два сына, и вдруг я останусь. Ну чё, смеетесь именно мне. Ну и приехали там, всё, я в церковь ходил, там со мной тоже, человек несколько, шея, если больше. Мы тоже ходили в церковь. У-у-у. Ну и потом пошёл я один. Лежу в иконный магазин. Я зашёл, ну зашёл, перекрестил, там иконочки, всё. Там же частные магазины, для нас-то в то время это было странно, а сейчас-то нет. Ну и, короче говоря, запели вот это тут. О, по-русски, боже мой, как приятно, на чужой стороне я остаюсь, крещусь. О, как приятно вспомнить. Лежу, она оттуда из-за прилавка выходит, женщина-продавец, и мне даёт кассету. А нас строго предупреждали. Если берёте, что, берите чек. А то были русские, воруют, маленько. Ну и я не беру, я говорю, марок нету, там марки были. Марок нету, она даёт, я не беру. Бах, открывается дверь, магазин заходит с бородой, подходит и говорит по-русски. Вы возьмите, она вам дарит. Я говорю, дарит? Да. Ну ладно. Я говорю, спросите, как её звать? Он спросил её. Звать её Ева. Ева. Его Александр, отец Александр Калерин. Настоятелем, да? Он там в храме настоятель был. Он привезённый из России, там, очевидно, родился. Ну, подробно не знаю. Ну вот, её Ева. И вот там есть Пётр, отец Пётр. Отец Александр, из русских, и Эйро, наш переводчик. У меня знаком. Ну, я грешник. Ни одного дня не проходило, чтобы я не молился о них. Такое реликвии дали мне, и не помолиться. И вот хотел в этом году написать письмо, чтобы они ещё что-то выслали такого вечернего богослужения. Очень ведь напевка приятная. Ну вот, у меня и память осталась. Её Ева, а его отец Александр Карелин, а Петра фамилию я не спросил. И переводчик Эйро. А Эйро я подошёл, журнал у него наш, русский. И патриарх, кажется, Алексей был, или Пимин. Я говорю, ой, это патриарх, ну ты верующий? Я говорю, ну а как же, я бы зачем поехал? Я говорю, ты там поговори, как у вас здесь празднуете Рождество, как у вас. И он тогда после этого давай говорит всем. О, Михаил Иванович, у них Рождество, ёлка становится. Через неделю подарки вешаются, я говорю, а у нас бы подарки... Ну и вот он тогда стал рассказывать нашей группе. Тридцать было, три человека у нас группа. И так многие сейчас мне встречаемся, поговорим так всё. Вот. А это я помню, у меня кассета есть целая. Но видите, ещё от кассеты зависит. Нет, я её не даю играть, только единственное приносило в церковь. Как? На хорах-то бываете? Всё время, пока не выгоняют. Жду вот всё, но я уже не говорю, что я не вижу-то ничего. Ну а с вас же всё равно не требует там нотное пение. Где? На хорах. Почему? У нас только по нотам. Не, ну уже наизусть-то всё помните. Тут у меня, я наизусть всё помню. Глаз этот не меняются. Сейчас же как полярагент. Да, ну да, да. Оксаны нету. Сейчас я Оксана, сейчас Ольга уже. А куда ушёл вот этот Сергей, высокий такой? А Шпак-то? Он Шпак разве? Фамилия Шпак его. Сын его, это, Вадим Дьяконов в той церкви. Он, да? Ага. Такой высокий, длинноволосый. Да, да, да. Он ушёл? А Сергей, не знаю, где он. Ну, гражданский у него веры-то нету. Была бы вера, он не ушёл бы. О нём не скажешь, ничего, трезвости, всё ведь. Мирской? Да. Вера, во всём нужна вера. А у меня, видишь, у грешников я три с половиной года был, а мне отец умер. Царство Небесное Ксения, бабушка, пела в хоре у нас в церкви и стряпала просферы. И мама на работу, она у меня за ручку. И я вот с трёх с половиной лет привык до 1939 года. Церковь так у нас стояла целая в Салтоновском районе, а меня в армию взяли. А из армии меня перед войной за два с половиной месяца перевезли из Дальнего Востока на Неман, в Германию. И вот там я начал войну. И вот остался жив. Кто бы мог подумать. Это кому говоришь, он не верит, но врать-то мне зачем. Какой смысл? Сейчас ты работаете, инструктором нет? Сейчас я инструктором не работаю. Уволился. Вот. Получаю пенсию. Ну, в хор хожу я на общественных началах. Голубям так чищу. Ну, слава богу, трудиться надо. Движение, жизнь. А вот примерно с осени я на спичке работаю, только без приказа. Значит, нужно, что с военными у меня связь. Вот. Достаю кое-чего для кар, для веретенка, вот, вот, соды. Ну, и, значит, спичка недавно горела, слышал? Нет. Как она горела? Ну, как она, сама спичка, в спичке транспортер сгорел. А, спичный цех? Спичный цех. Могла бы вся сгореть. Значит, когда вот мы там работали, хвалиться не буду, у нас было 32 огнетушителя заряженных, и каждый стоял на своем месте. Пеносмеситель, пеногаситель, вот, рукава, ну, все, во всех цехах. Сейчас ни одного нету огнетушителя. Ни одного. Я поговорил с директором, он говорит, ну, съезди, поговори, зарядим, там, как, там, что. Я поехал в ту часть, где я служил на стройке на Оливовном, и где меня оттуда выгнали, что я в церковь хожу. Что, из-за этого даже выгоняли? Ну, как же, я служил там простым, прямо, ревовым солдатом. Ну, я был шофер пожарной машины, был отличный в боевой политической подготовке, и был не спортсмен, а рекордсмен в этой части. У нас было 10 частей, ну, я занимал первое, второе, третье место. Не хочу сказать, все время первое, а третье, призывая. Ну, я вызвал подполковника и говорит, товарищ марин, если я еще узнаю, что вы были в церкви, я вас уволю. Я говорю, а что в церкви, плохо участвовать? Там говорят, подчиняйтесь своим командирам. Вот и все, да это все, ты у нас, вот и все. Ну, и все. Я как ходил помаленьку, так и ходил. Сутки от дежуры, трое же свободное было. Бах вызывает. Я предупреждал, предупреждал. Ну, как-то обидно было. А ничего-то я вот в 62-м году-то и устроился на спичку. На автокран. Вот на автокране я работал лет 20. Но на спичке не было никаких гонений по этому поводу? Было. Под конец уже приезжали из горкома и меня вызывали к директору. Вот, ты у нас молодежь испортил. Скажите, в чем испортил я? Ну, не сверя человек, исправлюсь. Что, курить научил пить? Да лучше бы они пили, курили, они в церкву стали ходить. Ну, и пистолет нюхал. Прям по носу. Вот горком был, если помнишь, на Кирова. Может, ты не помнишь. Нет, я помню. Вот тут какая-то контора была. Лет 15 какого убрали оттуда, или больше, больше даже. А дом так и стоит. На конечной остановке первого автобуса. И на углу Кирова, и динамовский. Ну, и, короче говоря, увольнять не увольняли. Почему? Потому что ночью придут ко мне, я же недалеко там жил-то, два квартала, три. Я иду, кран завожу, там вагонетка слетела, или что ли. Все безотказно делал. Вот. И у меня план выполнения был 300% до 300%. Вроде выглядит-то бы и... И все. И за все время я там один раз выпил. Ну, как я... Ну, в рабочее время, только в 9 часов вечера уже. Как раз, где вы жили в этом доме, я сруб-то перевез на автокране. И они хотели выпить, я говорю, что выпить я стрелу положу, а грузили-то в Большой Игреневый, знаешь? Да, у меня там мама сейчас проживает. А, ну, вот-вот, вот там грузили. Я говорю, ну, так вы почему такие? Ну, я вас держу, но выпейте, я стрелу ложу, грузить не буду. Блин, ну, упадет, затавит, зачем? Это нужно-то. Вот приедете, до... Это мы когда приедем? Так я вас не учу. Вы возьмите, сколько вам надо. Вы мне вон в кран положите в багажничек, приедете, а ты с нами выпьешь? Выпьем. Ну, и в 9 часов мы приехали, разгрузили, и я стаканчик выпил там. И вот уволить не уволили. Ага, и всё. Как кому спросить что-нибудь о празднике или о чём-то, и видишь, где-то, чтобы один на один меня. Мишел Иванович, вот там то-то, то-то, то-то. Ага. А сейчас, так, ведь, свобода стала. Свобода. Кто хочет, с кем разговаривает. Только вот директор до сих пор не крещённый. Сам не крещённый, сын Сергея не крещённый, дочь не знаю, как не крещённая, и жена все не крещённые. Это он же побывал в Иерусалиме, да? Да. Он был прямо у гроба Господнего был. И на Голгофе был вот как. Ну, что и сделаешь. Он что-нибудь привёз? Фотографии какие-нибудь? Как? Кроме креста Голгофского привёз он какие-нибудь фотографии? Нет. У него только было кольцо привезённое, а оттуда привозил. Ну, я думаю, из Голгофы. Ну, вот, вот, так она стоит, забыл, сколько, много. Ну, да куда, я думаю, ладно, тогда не надо. И всё. Вот курить до сих пор не бросает. Вон. Согласиться, покрестимся, вот пойдём. Как я свободный буду, и пойдём. Вот. Бах. Некогда ему, ну, Лукова же не дреметь. Бах. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok